Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы начали речь о таинствах, как непременно условии вступления человека в общение с Богом. И мы говорили, что есть некое, скажем, душевно переживаемое, некая эмоция, чувство. Оно может еще иметь и некое разумное что-то в разуме, какие-то размышления по этому поводу. Но чаще всего это просто чувства, эмоции, переживания, когда человек вдруг начинает переживать нечто. И ему кажется, что через это переживание Бог действует в его душе. По всей очевидности, казалось бы, и нормальности происходящего так никогда не бывает. В том-то и дело, что войти в человеческую душу Бог не может, пока душа не откроет ему свои двери. И вот это невозможно было сделать до Христа, а после Христа это возможно сделать только таким образом, чтобы, вступив в завет с Богом, исполнить те необходимые условия, которые и обеспечивают вступление человека в тайну богообщения. Когда Бог соединяется с человеком, человек отдает себя Богу, и эта человеческая воля, попадая в действие воли Божьей, или, если хотите, в действие благодати, человек постепенно, его воля исцеляется, преображается, изменяется, с ней работают в рамках такого богообщения, в рамках такого единения с Богом. И важно понимать, мы этим закончили прошлую лекцию, прошлую беседу, что важно понимать, что человек не может вступить в завет с Богом сам по себе, по собственной инициативе, как-то вот взял и захотел, и пришел там на поляну, раскрыл руки, поднял их к небу, и стал заключать с Богом завет. Это невозможно, и никогда было невозможно, хотя современному человеку представляется это очень нормальным действием. На самом деле это скорее напоминает то, что раньше обозначалось словом теургия, то есть человек думает, что он сам по собственной воле может вступить в какие-то отношения с Богом. Но такого нет, не было, никогда, никогда не будет. Бог заключает с человечеством завет. Только с человечеством, потому что он Бог человека, всего человека, всего человеческого естества, всех людей. Он есть наш Бог, наш Отец. И поэтому в завет вступает с человечеством, определяя условия этого завета. И поскольку он инициатор этого завета, и всегда Бог инициатор завета. Никогда инициатором завета не был человек. Всегда Бог диктует условия, как имеющий власть заключать завет. И вот этот новый, так привыче мы его называть со времен известных слов Иисуса Христа, когда, вот вступая в этот новый завет, человек именно вступает в завет заключенный с человечеством. Он как часть человечества актуализирует в своей личной судьбе, в своем личном бытии актуализирует вот этот самый завет. Он его делает, он вступает, присоединяется к завету, который заключен с человечеством. Он тоже ставит свою подпись. Естественно, он должен исполнить те условия, которые исполняются, должны поставлены Богом, заключающим с нами завет. И это вступление в этот завет, оно и будет таинством. Таинством, участвовать в котором может любой человек, если там вот он захотел этого сделать, любой человек. И только тогда, когда он присоединится к Богу, к тем людям, которые уже находятся в завете, с церковью, вот тогда в нем и актуализируется, то есть становятся действием те плоды завета, ради которых Христос и стал человеком. Дух Святой сходит на человека, человек внутри себя обретает Бога, и его воля попадает именно в благодатные, милостивые, исцеляющие действия воли, благодати Божьей. И воля может исправиться человеческой и влечет его к жизни постепенно, он наполняется этой самой благодатью. И вот единственное, что еще можно добавить к самому феномену таинства, что еще можно добавить, очень важный такой свойство таинства. Таинство – это не магия, и в таинстве нет магии. То есть благодать никогда не действует безусловно. Что значит безусловно? Это значит, что поскольку это завет, то вступая в завет, есть две договаривающиеся стороны. Есть именно две этих стороны. Два равноправных или не очень, но два равноправных лица. И от каждого из них требуется нечто. Когда говорится о том, что Бог или благодать действует всегда, безусловно, и вообще человека никто ничего не спрашивает, никто ничего не зависит от него. Это есть принцип магический, очень понятный, еще более очень удобный и очень приемлемый человеком. Главное сделать что-то, а оно само собой будет работать. Но в завете так не бывает. И сам принцип синергии, как мы и говорили раньше, он и предполагает совершенно полное равноправие, равнозначимость действий благодати и человеческой воли. Благодать может действовать ровно настолько, насколько человек хочет, чтобы она действовала. Насколько произволение позволяет действовать воле Божией, настолько Бог и действует. Он может сделать больше, но не хочет. Потому что вот это необыкновенный трепет, благоговение, уважение, я не знаю, как это сказать, более богоприличным языком, его уважение перед человеческой волей, его любовь, его смирение. Он желает, чтобы все, что он может с нами сделать, все, что он хочет с нами сделать, чтобы мы на это согласились сами. Потому что только так это будет для нас спасительно. Только так мы и войдем в спасение. Чтобы ввести в нас рай, большого хитрости не нужно, большого какого-то сложных вещей, сложных каких-то комбинаций делать не надо. Но Бог хочет сделать нас богами. А быть Богом – это свободно. Всегда и свободно принимать только благие решения. Быть только источником блага. А для этого вся наша воля должна совершенно добровольно вожелать только блага и больше ничего. Иначе мы не сможем быть тем, кем задумал нас Бог. Только при этом условии мы будем вполне себе теми, кем мы задуманы, и вполне себе, если хотите, счастливы. Только когда мы всегда будем желать только блага. И вот этому научить нас, так постараться окружить нашу жизнь, чтобы мы сами захотели быть только блага, быть только источником жизни, блага, света, любви именно по собственному произволению. Поэтому так важен принцип синергии. И вот по этой причине таинство действует, оно совершается в любом случае. Бог именно обещал и делает, и дает благодать в любом таинстве всю, всю, сколько может, всю полноту своей благодати. Но воспринять, усвоить эту благодать мы можем только настолько, насколько наше произволение с этим согласно. Насколько мы доверяем, и насколько мы не желаем ничего другого, чему эта благодать противна. И не случайно, скажем, вот даже в Евангелии такие слова встречаются, если веруешь от всего сердца, то можешь, если не возненавидишь всего, то не можешь быть моим учеником. Вот. Или скажем, почему апостол Павел так настойчиво советует судить себя перед причастием, чтобы не быть осужденным с миром. Таинство, конечно, действует, но в силу нашей веры, в силу наших усилий, об этом притче о талантах, об этом притче о десяти девах и много других притч Нового Завета, необходимы человеческие усилия, не просто какие-то абстрактные усилия, вот надо это делать, это делать, хотя в принципе для того, чтобы Бог действовал в нас через таинство, необходимо, чтобы мы в эти таинства вошли всем своим существом, всей своей верой, всей преданностью Богу и всем отречением от всего того, что не является жизнью, не является благом. от всего того, что противно Богу. Собственно, это и делается перед каждым таинством. Исповедь, и покаяние предполагают, что мы должны отречься от всего, что противно Богу, от всего, что недостойно человека, от всего, что будет мешать той задаче, ради которой мы становимся участниками Завета и причастниками вечной жизни. И в этом таинстве совершенно предать себя Богу, как на каждом, во время каждого таинства. Особенно часто мы слышим это на Божественной Литургии, звучат слова «сами себе, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». Вот это отдавание жизни, верение себя Богу в таинстве и является залогом обратного действия в нас благодати Божьей, исцеляющей и уврачующей нашу волю. И понятно, что вот все это, как мы уже и говорили, совершается в церкви. Таинство вне церкви невозможно, немыслимо. Если есть таинство, то есть и церковь, если есть церковь, то есть таинство. Потому что завет заключен с человечеством. Да, в тот момент там в Сионской горнице присутствует несколько представителей человеческого рода. Несколько. Но вступив с ними завет, Господь посылает их звать, собирать, чтобы они пришли и присоединяли к этому завету всего большее число людей. И таким образом вот это люди, собранные в Сионской горнице, являются как бы закваском, закваской всего человечества. Их прямая задача именно идти и распространять эту церковь, быть закваской, то есть все большее число людей приобщать в церкви, приобщать через таинство к этому завету, к новому человечеству, рожденному в Духе Святом, рожденному в теле и крови Христа за нас умершему. Поэтому вопрос о церкви является очень важным, краеугольным, и этим, этой беседой, вообще разговором о церкви мы и завершим вот долгий наш путь беседования о добродетели, совершенствовании человека, о спасении, вот, в итоге мы приходим снова к церковному бытию. И поэтому важно знать, что, во-первых, церковь это место, место, в котором осуществляется спасение человека, место, в которое человек должен прийти, иногда ногами, всегда сердцем и дух. Это приход, этот приход в церковь есть отклик, отзыв, ответ человека на призыв посланных к нему. Никто из нас не был в Сионской горнице, никто из нас не видел распятого Христа, никто из нас не вкушал тело и крови, которые он преподает своим ученикам на тайной вечере, никто из нас не был, когда Дух Святой сошел на апостолов. До нас дошел этот призыв, до нас дошли посланные, которых Бог послал, они дошли до нас географически, исторически дошли, и вот мы откликнулись, мы откликнулись на этот призыв, потому что это именно призыв, Бог зовет, кличет, кличет, призывает людей, и те, кто слышит его призыв, его клик, его голос, и идут к нему, ища у него жизни, защиты, спасения, потому что слышит этот призыв, но именно ища защиты и спасения, вовсе не делает должение, могут не приходить, он зовет, зовет и хочет, чтобы на этот призыв люди откликнулись с радостью, чтобы они отозвались с любовью, как ребенок, услышавший зов отца, как какой-нибудь детеныш, котенок, щенок, олененок, услышавший призывный крик своей матери, как овечка этот образ использует Христос, услышавший голос своего пастыря, он не думает о том, что он делает одолжение позвавшему, он бежит, забыв о все, спотыкаясь, пады, это особенно видно на маленьких детях, которые гораздо более неуклюжие, чем котят или щенки, как они бегут на зов своего отца или матери, падают в лужу, разбивают носы, плачут, но бегут, прижаться к любимому, прижаться всем телом, обнять, вот это движение человека или любого существа живого, оно ведь естественно, и вот на эту естественность указывает Христос, что если оно естественно, то человек не делает, не думает, что он делает какое-то одолжение или ставит какие-то условия, ему будут добежать, успеть, припасть, обнять, а если человек не знает, кто его зовет, голос какой-то незнакомый, что ему надо, ну по имени зовет, конечно, да, ну и что, я тут при чем, я его знать не знаю, пусть зовет, человек должен на каждый голос откликаться, ну настойчиво живет, ну и что, что ты меня зовешь, куда меня зовешь, да не хочу я никуда, у меня валы куплены, у меня земля куплена, да не до этого мне работать надо, семью кормить, вот, потом как-нибудь, может и приду, этот человек ведет себя неестественно, именно неестественно потому, что никакого естества откликающегося на призыв Господа нету, он естественно иной по отношению к голосу зовущего и вот на эту разницу естественную указывает Христос, что овцы мои, они слышат голос пастыря своего и идут, а эти не мои, они естественно по естеству мне чужие, поэтому за мной не идут, разница только в том, чтобы не делать каких-нибудь очень скоропалительных выводов, что время жизни человеческой и есть время, когда зовет Христос. И бывает, что кто-то откликается сразу, а кто-то этот голос вспоминает потом, как блудный сын, как преподобная Мария Египетская, откликается чуть позже, хотя бы на конец своей жизни, на сам отклик, и вот эта детская поспешность, детенышья поспешность за голосом, овечья поспешность за голосом, она есть родовой признак людей, которые узнали в зовущем своего хозяина, своего отца, своего Бога. и люди откликаясь идут. Человек должен отозваться, он должен послушаться и прийти, чтобы хозяин сделал с ним все, что необходимо, чтобы отец омыл лицо, утер нос, поправил одежду и научил, как быть настоящим мужчиной, настоящим человеком. он зовущий меня по имени, он дает мне новую одежду, переодевает меня, переоблачает, меняет мою испорченную волю, не давая новую, а просто исцеляя ее своими бережными, чрезвычайно бережными руками, он дает мне новый образ мысли и чувств, не давая ничего без моего согласия, он дает и делает, но нужно прийти именно, и поэтому церковь это место, но церковь это и состояние, состояние человека, позволяющего Богу себя изменять, это особое состояние человека, который позволяет, чтобы Бог с ним что-то делал, ну как ребенок, он же позволяет утирать ему сопли, он же позволяет переодевать себя, он позволяет слышать, слушать наставления отца, именно ребенок, ему не приходит до поры, до времени, по крайней мере, не приходит в голову упрямиться, он доверяет отцу, по крайней мере, тот ребенок, который прибежал на голос отца или матери, он доверяет ей, когда она делает то или другое с ним, даже когда она кормит его с ложечки, или дает ему бутылочку, он доверяет ей, принимает это, и вот те люди, которые так податливы в руках своего Бога, которые позволяют себя менять, позволяют себя переоблачать, передевать, преображать, то есть преобразить, изменить образ наших мысль и чувств на более нам подходящий по образу и подобию Христа, как говорит апостол Павел, у вас должны быть те же самые чувства, что во Христе Иисусе, вот те, кто смирились и стали подобно детям и позволяют себя преображать, переделывать, которые не возмущаются, зачем, не буду это одевать, не буду это носить, не буду это делать, не буду это есть, ничего не сделаешь, хотя бы они пришли, но что толку, если сделать с ними ничего нельзя, но те, которые находятся в правильном состоянии, которые позволяют себя изменять, вот те действительно запечатаны Святым Духом, запечатлели себя Духом, на них вот эта готовность, податливость к изменениям в руках Божьих, она является знаком, что они свои Богу, и конечно эту свойственность, эту податливость им и придает особая печать дара Духа Святака, таким образом церковь это состояние дома, состояние на руках у Отца, ибо церковь есть Дом Божий, это состояние внимания, потому что человек должен понять, что ему говорят и что от него сейчас хотят, подними руки, встань на ноги, подними головку, я расстегну, подожди, я тебе вытру губки, он должен понять, расслышать, внимать, что от него хотят, он должен расслышать голос, который к нему относится, и это состояние послушания, он должен исполнить и понять, услышать, внять и исполнить, поэтому нельзя верить в душе, состояние в церкви, состояние церкви это внимание и послушание, конечно, придуманный Бог удобнее, но вне, когда человек в душе, например, придумал, исполняет волю того Бога, который у него в душе, не в церкви, а просто в душе, ему кажется, что Бог хочет этого, того же самого, что хочется ему и делает этого, он делает то-то и говорит, что, но Бог же не противится мне, значит, я нормально делаю, это совсем не то состояние, в таком состоянии, когда Бог в душе человек свою волю ставит превыше, и им кажется, что Бог на все согласен и все одобряет, состояние церкви противоположное, Бог желает, а мы должны приспосабливаться к Его воле, а не приспосабливать Бога к своей, и поэтому внимание и послушание именно является характеристикой церковного состояния, то есть человек в церкви имеет эти качества, и без послушания, и без внимания человек не может быть в церкви, как не может быть и в Боге. только Он, когда мы приходим к Нему, в таинстве вступаем с Ним в соединение, не просто в общении, а именно в соединение, когда Он живет нас и в самом себе изменяет нас по своему образу и подобию, но чтобы Он нас самих себе изменял по своему образу и подобию, для этого мы должны понимать, что Он хочет, произволением соглашаться на это и слушать Его, тогда исцелится наша воля, а исцеленная воля и будет делать нас по образу и подобию Божьим, потому что совсем исцеленная воля будет желать только блага, будет источником блага для всего сущего и источником любви для всего сущего. Отказ от этого, отказ от внимания и послушания приведет к тому, что человек отпадет от Бога. Это то, что вырывает его из-под власти Бога. Ну, как в известной притче о брачном пире, когда некто пришел в брачной одежде, то есть, по существу воспротивился к даваемому ему изменению, не принял брачной одежды, не захотел принять эту брачную одежду, и он был изгнан вон. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова